Радио Болтком Утро на Болтком Ну и сегодня у нас 11 июня, как я уже сказал, пятница, сегодня очень много людей отмечают день рождения, это их Юлори, которому исполняется 62 года, доктору Хаусу, также Питер Динклейдж, вот тот самый из Игры Престолов, Карлик, ну вот он прославился, конечно, Игрой Престолов, но сейчас он появляется во многих других фильмах, тоже очень стал популярным актером, хочется пожелать ему успехов, Потому что несмотря на такие физические ограничения Он вырос как актер Он вырос, да, абсолютно верно Ну и Денис Мацуев сегодня отмечает день рождения российский пианист-виртуоз Вообще сегодня интересный день, ну во-первых, так совпало, в пятницу в Европе отмечается день розового вина, мы, как всегда, ни к чему не призываем, кроме как задуматься Сегодня, в этот день, в 1889 году, американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул, очень удобно взять складной стул, пойти в парк с розовым вином А сегодня же был выпущен один из самых известных синглов Дэвида Боуи «Спейс Одити», это произошло в 1969 году В 1972 вышла премьера скандального фильма «Глубокая глотка» с Линдой Лавлейс А сегодня на экраны США вышел фильм в 1982 году «Инопланетянин» Спилберга А через 11 лет в 1993-м Спилберга «Ж» парк юрского периода Ну а вот не зря я все-таки упомянул Дениса Мацуева, вот такой мостик классической музыки Слава Богу, у нас начинаются в Латвии мероприятия, мероприятия, куда допускают зрителей И одним из ближайших таких интересных музыкальных мероприятий станет Рижский фестиваль О котором вот мы, наверное, попросим уже подробнее рассказать о программе этого фестиваля Его, одного из организаторов, вдохновителей, кураторов Знаменитый наш латвийский композитор Артур Маскоц с нами на прямой связи Доброе утро, господин Маскоц, здравствуйте Доброе утро Завтра в концертном зале Дзинтери, концертом выступлением Интерса Бусулиса и Абонемента Оркестрис А также будет Латвийс Радио Биг Бэндс, в общем, много других исполнителей Открывается фестиваль, вот может быть, ну вот вы можете рассказать о программе, куда, что можно посетить И самое главное, ну какие будут ограничения, что нужно иметь в виду для тех, кто собирается посетить фестиваль Доброе утро еще раз Начну с поправкой, это уже начинается сегодня А 11 июня Да, сегодня же 11 июня, день розового вина, как можно было забыть, Олег День розового вина, и я думаю, что вот очень соответствующая программа этому прекрасному дню 11 июня, концертный зал Дзинтери в 8 часов вечера Это знаменитый наш певец легковой джазовой музыки Интер Бусулис вместе с радио Биг Бэндом и группой музыкантов национального оркестра И у них подготовлена очень-очень интересная программа с новым произведением, с классикой жанра, там Раймонд Пауси и другие выдающиеся мастера, а также зарубежная классика И я думаю, что будет очень энергетичный такой, очень-очень долгожданный концерт, поскольку концерт уже с публикой Да, продается определенное число билетов И все те условия, которые видны на правительство, посвящая концерт и театры, вот там и будут Или вакцинированные люди, или люди переболевшие, или с тестом негативным по отношению к COVID И этот негатив должен быть результатом последних 48 часов Такие вот ограничения Ограничения, да И это относится к всем концертам фестиваля, который все больше будет во второй половине июня и также в начале июля Следующий концерт это 18 июня, тоже концерт в 20 часов вечера, это концертный зал в Питере Знаменитый наш клавесинист Ева Салетте с прекрасной программой на клавесине Хотя там не привыкли, что клавесина играет, это музыка барокко и музыка ренессанса Ну, одним словом, старинная музыка Но в программе Ева не только старинная музыка, это как бы антропункт эпох, антропункт времени Там и Йохан Себастьян Бах, и американский минималист Стив Рейх И молодые латышкие композиторы со своими новыми сочинениями для клавесина, и там будет и электроника Так что очень интересное что-то такое 19 июня Большая Гильди, долгожданный концерт оркестра симфонета Рига Который тоже до огня выступал перед публикой под руководством дирижера Норманда Шне В программе Жан Сибелиус Третья симфония Сегодняшний финский композитор Магнус Линберг И латышкий композитор Эдгар Макен Современно молодой композитор У него это сочинение будет исполняться впервые И произведение называется «Поэтика» И это произведение для Ришского саксофонного квартета и оркестра симфонета Рига Дальше уже такая абсолютно камерная программа, которую мы называли Женчужине французской камерной музыки Это 6 июля концертный зал в Питере Там наши музыканты Агнеса Эглин, Эггил Супатник, Сианис Семеновс В программе Францис Пулэн, Клод Дебисси, Анри Детюе, Жан Франсэ Вот это такого парижского типа камерная музыка Что-то от импрессионизма, что-то от эпох, которые последовали за импрессионизмом Я думаю, очень такая тонкая и очень изысканная музыка И 9 июля концертный дворец «Земель Блазм» И это сольный концерт «Вестер Дашимкус» И 10 июля еще это будет по регулярному телевидению Латвийский радиохор с произведениями Иманта Каунинджа Выдающегося латвического композитора, который только что отметил свое 80-летие И мы посещаем ему тоже отдельную программу Но эта программа будет только по телевидению, как называется То есть ее нельзя будет посетить зрителям? Да, да, да Это будет запись Она так и будет сделана, что это ориентировочно на телевидении Это запись Это не концерт в прямом таком смысле Но зато, с другой стороны, это будет доступно максимальному количеству желающих послушать этот концерт Надеемся, да И музыка Иманта Каунинджа как-то очень ассоциируется с летней погодой И с такой немножко такой тоже романтикой теплого летнего вечера И она очень подходит к таким настроениям И я уверен, что Сигвард Слява, художник и руководитель И главный дирижер радиохора, это сделает прекрасно А если вот вернуться к концерту Вестерда Шимкуса По-моему, его тоже можно будет посмотреть по телевидению То есть будет трансляция, если я не ошибаюсь, РЭД-ТВ А, этот концерт тоже будет передаваться по РЭД-ТВ И сегодняшний концерт, позже, после 11-го Ну, после концерта уже в Дзинтаре Позже он будет транслянироваться по РЭД-ТВ А вот что будет исполнять Вестерда Шимкуса? Свои какие-то произведения или чужие? Там больше классики, но есть и его самого сочинения Там Йохан Севастян Бах, Клод Дебисси, Джордж Гешвин Что очень интересно, это Александр Скрябин Композитор, которого Вестерд очень полюбил И я думаю, что эта музыка будет ему очень соответствовать Его сейчас такому пианистическому стилю и экспрессии Так что программа очень сложная Он действительно собрал много-много гениальных сочинений И еще Федеррик Шопен и Дмитрий Шостакович Билеты, я понимаю, что доступны Как их приобрести? И еще раз, может быть, напомним слушателям О тех ограничениях, которые необходимо соблюдать Даже если у вас куплен билет, чтобы вас пустили в зал Билеты персонифицированы, насколько я знаю Их можно купить обычным путем Били еще пара дейзеров Но там, перед концертным залом Так же, как перед билетом в аэропорту Будут проверяться эти документы То есть, или человек вакцинирован Обеими этими вакцинами Или он переболел Или он идет с негативным тестом И тест должен быть сделан В последние 48 часов Нужно ли находиться в маске будет во время концерта? Или это уже, ну, учитывая все эти ограничения Это не нужно? Я не могу сейчас прямо на это ответить Сегодняшний концерт, я знаю, что в масках Мне кажется, что с 15-го Может быть, и они будут как-то Распределены эти места Чтобы не станция была между слушателями Так что ясно, что не придается полный зал пока Как сами исполнители Реагируют, относятся к тому, что они После долгого перерыва смогут выйти К зрителям с концертом? Я думаю, что все очень соскучились По этому живому общению С публикой и с аудиторией Потому что концерт Это все-таки обмен энергии Это обмен энергии Исполнителя на сцене И публики в зале И людей, которые это Хочут слушать И все, может быть, немножко Уже устали от этих Ну, предлагаемых технологиями Записи и конкурентность В этих записях тоже очень большая В людьми все записывают Все открыли свои дигитальные библиотеки И чего только нет Но все равно этот живой контакт С артистом очень нужен И самим артистам этого очень нужно Так что я думаю, что они готовятся И что будет какой-то особенный Такой эмоциональный удар Я бы сказал И какой-то такой ответственность Перед музыкой и перед слушателем Да, ну и мы тоже очень с нетерпением Конечно, ждем этих концертов Поскольку тоже соскучились По вот этому живому общению С живым концертом Если вот будет Я понимаю, что все равно Заполняемость зала 50% То есть билетов будет не так много Ну, то есть в два раза меньше Чем могло быть И это тоже нужно, наверное, учитывать Не откладывать на последнюю секунду Приобретение билетов, да? Наверное, да Потому что билетов покупают вместе Есть время, еще буквально несколько часов Чтобы купить билеты Уже сегодня вечером С соблюдением всех ограничений Но оказаться на нормальном Живом концерте Где живые люди будут вживую Уполнять Интер Бусулис И биг-бенд Латвийского радио Спасибо огромное Спасибо огромное, господин Маскет За интересный такой рассказ Спасибо И желаем удачного проведения Фестиваля, Рижского фестиваля Всего доброго Всего доброго Хорошего дня И удачного фестиваля Ну, а мы с Олегом После небольшой паузы Вернемся в студию Где будет еще один музыкальный гость Вообще сегодня такое музыкальное утро Говорим о прекрасном И о приятном И не только говорим Но и слушаем Прекрасно и приятно